28 июля арбитражный суд Чувашии рассмотрит дело о банкротстве открытого акционерного общества «Чувашский бройлер». Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов прокомментировал ситуацию, сложившуюся на предприятии. У Чувашского бройлера сотни миллионов рублей долгов. Только энергосботовой компании предприятие задолжало более 5 миллионов рублей. Общая задолженность перед поставщиками кормов – более 90 миллионов. В списке кредиторов также «Газпром», «Межрегионгаз», «Чебоксары» и «Энергоойл». К сожалению, на предприятии, на акционерном открытом обществе «Чувашский бройлер» сегодня сложилась ситуация не очень приятная. Не очень приятная для республики, не очень приятная для тех людей, которые там работают, и, конечно, для страны. И сегодня, к сожалению, предприятие руководит, вот на наш взгляд, не совсем те люди, которые понимают немножко в птицеводстве. К сожалению, контрольный пакет сегодня принадлежит тем людям, которые не заинтересованы развивать сельскохозяйство в Чувашской республике, в том числе и птицеводство. Открыто они об этом признают. Их задача сегодня вывести активы с Чувашского бройлера. Для этого есть попытки создания торгового дома. Сейчас на предприятии числятся 546 человек. Руководство предприятия заявило, что намерено сократить половину работающих. При этом уже начали задерживать зарплату. В июне были выплаты за апрель. Сокращается и поголовье птицы, не хватает кормов и не создаются условия для выращивания кур. В сутки необходимо 50-60 тонн. Сейчас правительство республики принимает меры, чтобы провести процедуру финансового оздоровления предприятия. Для этого необходимо сократить кредиторскую и дебиторскую задолженности, создать запас кормов и не допустить банкротства. В предприятии без привлечения инвестиций, я еще раз хочу отметить, что желания обладателя контрольного пакета сегодня большого нет. Вовлекать инвестиции в это предприятие. Предприятие, скажем так, поднять будет очень сложно. Поэтому в ближайшее время, мы считаем, без финансового оздоровления предприятие это не выживет. Продолжение следует...